Приветствую, друзья. У кого чего болит, тот о том и говорит. Помните такую детскую поговорку? Поговорка, к слову, это не самое глупое, даром что детская. Пропаганда любит пугать народ распадом России. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить. Что называется, загнать заможай, как в народе говорят. Превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. В кремлевских сказках коварный Запад спит и видит, как ему развалить Россию. Некоторые особо продвинутые представители власти черпают эту информацию даже в подсознании Мадлен Олбрайт. С началом вторжения в Украину кремлевская паранойя только усилилась. Официальные чины Минобороны рассказывают бред про биологические лаборатории НАТО по подготовке боевых перелетных птиц. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины, проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. А особо юридически подкованные персонажи отражают выдуманное ими будущее неминуемое вторжение Запада. У государства есть и право на превентивную самооборону. А вот Дмитрий Киселев скрывает коварные планы Госдепа по расчленению России на части. Нас режут на 17 кусков и кусочков. Ну, про фейковость и безумие Киселевского сюжета я много говорить не буду. Любому, кто общался с западными политиками и чиновниками, очевидно, больше всего на свете они боятся распада России. Просто потому, что никому на Западе не нужно 5, 7 или даже 10 новых ядерных государств с непредсказуемыми политиками и устремлениями. Но я не зря начал видео с цитирования детской поговорки. Кремль часто обвиняет Запад в намерениях по развалу России. Но на самом деле это именно Путин, его политика, его окружение разваливают страну. По конституции Россия это федеративное государство, на всей территории которого регионам и гражданам гарантируются равные права и свободы. Но по факту это не так. Путинское государство это унитарная страна, где есть иерархия регионов и граждане разного сорта. Путинское государство это система, где ради сохранения личной власти одного человека годами копятся противоречия, которые могут уничтожить страну. У нас бессильные президентской власти, в стране будет плохо. Особенно остро. Неравенство субъектов и несбалансированность региональной политики стало проявляться с начала вторжения в Украину. Семь с хвостиком миллионов полагается семье российского солдата, погибшего в Украине. Видимо из этих денег родители танкиста Малова купили ладу Гранту в нашумевшем сюжете весенней зели. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Помимо федеральных гробовых есть еще и региональные. Ну то есть как есть. Во-первых, не во всех регионах. Во-вторых, суммы разные. В Москве, как и еще в пяти регионах, семье погибшего платят 3 миллиона. Восемь субъектов федерации объявили, что будут выплачивать по 2 миллиона. 39 регионов пообещали платить по 1 миллиону за погибшего, остальные, видимо, доплачивать не будут вовсе. Получается, что страна как бы единая, война как бы одна на всех, а цена жизни везде разная. Повезло иметь московскую прописку, и за смерть сына родители получат дополнительных 3 миллиона рублей. А если, к примеру, солдат из Бурятии, то только миллион. Жизнь военнослужащего из Бурятии стоит в региональном разрезе в 3 раза дешевле. Вместе с тем, именно среди военнослужащих из Бурятии зафиксированы самые большие потери. И к тому есть два объяснения. Во-первых, в Бурятии дислоцировано много военных гарнизонов. Во-вторых, значительная часть военнослужащих – выходцы из деревень. То есть воюют и погибают ребята из бурятских деревень, а москвичей на войну посылать опасаются. Но если уж солдаты из столицы и погибают, то молчание родственников оценивается в 3 раза дороже. Но чтобы уж совсем обезопасить столицу от волнений войны, мэрия Москвы формирует Собянинский полк. И не думайте, что Сергей Семенович Собянин лично ходит по барам на патриарших, агитирует хипстеров проявить патриотизм и отправиться деноцифицировать Лисичанск. Нет, московская мэрия просто оплачивает наемников для войны в Украине. Да, Москва – особый город, с особыми правами и возможностями, которые не снились с остальным регионам. И ничего так не разрушает целостность страны, как особые регионы, которым можно больше, чем другим. Можно иметь, например, бюджет, позволяющий перекладывать плитку по 3 раза в год. А можно и воевать чужими руками, чтобы не раскачивать ситуацию в столице. Но особые права – это привилегии не только Москвы. Особость Чечни нельзя списать на большие налоговые поступления или исполнение столичных функций. Особость Чечни выросла из Второй Чеченской войны, войны, которую Путин начал и которую он якобы выиграл. Правда, результатом этой победы стала хрупкая договоренность с Кадыровым. По этому негласному соглашению Путин платит миллиарды, сотни миллиардов из федерального бюджета и не лезет в дела чеченского руководства. Но Кадыров и его боевики в обмен временами выполняют разные деликатные поручения. Особый статус Чечни проявляется во всем. Кому еще из региональных руководителей позволено вести свою внешнюю политику или демонстративно на бюджетные средства вести жизнь арабского шейха. А также демонстративно гонорировать российские законы. Особый статус есть не только у руководства Чечни, но и у чеченских подразделений на фронте. Подчиняются они только своему командованию. С собой особо не рискуют, воюют больше в ТикТоке с вымышленными врагами. Скоро Украины не будет, не переживайте. Ахмадсил Аллаху Акбар. А при попадании в плен имеют привилегированные возможности для быстрого обмена. В качестве оплаты своего участия в войне чеченские власти получают ордена и даже могут попросить собственную систему ПВО. Согласитесь, мало российских регионов могут позволить себе такое. С большинством субъектов федерации у Кремля совершенно другой разговор, как, например, с Хабаровском. Держите вам бессмысленного варяга в губернаторы и не смейте протестовать. Я специально привожу самые яркие примеры. Разницу в гробовых. Москву и Чечню. Москва и Чечня очень разные регионы, но их объединяет особое положение. Особый статус, особые права, можно сказать, особый суверенитет. Выплаты семьям погибших на войне показывают, что регионального равенства нет не только в жизни, но и в смерти. И это якобы в сильной и единой стране. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Тут важно отметить, я не против того, чтобы регионы отличались друг от друга. Я как раз за разнообразие укладов. Но тут должна быть какая-то единая модель. Либо мы делаем унитарную, единообразную страну, как Франция. Ну, такой вариант в огромной и разнообразной России не сработает. Москва действительно отличается от Грозного, Хабаровска, от Краснодара. Либо, что на мой взгляд, единственный выход. Мы строим настоящее федеративное государство, где регионы имеют своих представителей во власти и свои деньги для реализации своей политики. Где на уровне субъектов могут быть разные взгляды на некоторые аспекты жизни. Ближайший пример США. Но то, что сейчас делает со страной Путин, это не имеет отношения ни к сильному централизованному государству, ни к федерации. С одной стороны, у регионов отобрали деньги, полномочия и права. А с другой, если тебе есть чем шантажировать Путина, сепаратизмом ли или недовольством в столице, то ты можешь получить практически что угодно. В такой системе нет равенства регионов. У людей нет ощущения справедливости устройства страны. И такая система является замедленной бомбой под целостностью страны. Угроза существованию единой России – это не Запад, это не либералы. Целостности государства угрожает Путин и выстроенная им система управления страной. И, кстати, лучше всех это понимают участники этой системы. И если вы думаете, что тот же Кадыров накапливает войска и требует установки ПВО в Чечне для войны с внешним врагом, то вы ошибаетесь. Закончу я это видео тем же, с чего начал. Кремль много говорит об опасности распада России, о необходимости не допустить этот распад. В действительности же главной угрозой целостности страны является сам Путин, его региональная политика, его принципы обеспечения лояльности региональных элит. Распад России готовит сам Кремль. А единственный способ не допустить такого развития событий – это переучреждение России на принципах реальной федерализации государства. И об этом я еще много буду говорить в ближайшем будущем. Счастливо вам!